Почти 18,5 миллиардов рублей. На таком уровне планируются собственные доходы бюджета Самары в 2023 году без учета безвозмездных поступлений. Это будет превышать плановые значения 2022 года на 6%. Основными источниками остаются налоги и доходы от использования муниципального имущества. Бюджет планируется бездефицитным. Он сохранит свою социальную направленность. Основная доля расходов придется на отрасли образования, культуры, спорта, социальной политики, на транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Приоритетами для нас, как и раньше, остаются, конечно, прежде всего, интересы горожан. Это реализация национальных проектов, это переселение наших жителей из аварийного жилого фонда, это предоставление квартиры детям-сиротам, это обеспечение работы общественного транспорта, содержание городской инфраструктуры. Представленный проект бюджета депутатами Самарской городской думы принят в первом чтении и отправлен на доработку. Теперь в администрации города внесут поступившие предложения от депутатов и информацию о дополнительной потребности в средствах и подготовят проект ко второму чтению. Сегодня вот такая работа, первый этап завершена. Это дает нам возможность в течение не более 20 дней пересмотреть совместно с профильными департаментами, в первую очередь, наши предложения, которые сформированы, и мы хотели бы их увидеть при принятии бюджета в окончательном чтении. Эти предложения носят острый социальный характер. На заседании приняли и перераспределение средств бюджета на 2022 год на сумму более 17 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на устранение предписаний надзорных органов по учреждениям образования, на безопасность детей в дошкольных учреждениях и обеспечение питания льготных категорий учащихся. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.